всем привет с вами Игорь на канале Homemade и сегодня мы посмотрим как можно переделать обычный моторчик от игрушечной модели как поднять его мощность для этого мы разбираем моторчик разгибаем небольшие усики которые его держат делаем это аккуратно чтобы не поломать усики эти с двух сторон разгибаем их и раскрываем наш моторчик так мы разбираем и сразу по ходу можно посмотреть вот на щеточки мы видим что здесь в обычных китайских моторчиках используется просто две пластинки металлические в хороших моторчиках качественных более качественных используются вот такие вот щеточки более на щетки похоже чем те которые справа справа быстро сотрутся слева вот эти вот очень долго будет служить я их потом поставлю итак идем дальше разбираем наш мотор выталкиваем его он легко вытягивается без каких-либо проблем и вот видим основную часть на которой идет намотка это так называемый якорь якорь на котором идет обмотка нашего двигателя и нам теперь нужно эту обмотку снять мы аккуратно в любом месте отделяем и отматываем виток завитком ту обмотку которая уже намотана и главное считайте сколько витков было на на якоре намотана изначально итак я вот уже за разобрал один моторчик смотал с него обмотку вот от него запчасти получилось 170 витков на каждой на каждой обмотке 170 витков и диаметр проволоки был диаметр был 60 16 миллиметра вот такой вот был моторчик у нас это в принципе стандартная моторчик стандартные характеристики надо бывает чуть потолще теперь нам нужно намотать более толстой проволокой для этого мы возьмем проволоку 0 35 миллиметра вот такой вот я ее взял из лампы экономки практически в любой экономки стоят такие трансформаторы и там можно взять проволоку вот такого трансформатор я вытянул из экономки их легко найти довольно легко толщина провода бывает разная поэтому нужно мерить ну вот я взял такой трансформатор разобрал его без проблем и вот с него я и буду брать проволоку так берем отматываем и сейчас мы подсоединим к нашему якорю к контакту и начнем мотать начнем наматывать эту проволоку получается мы тонкую проволоку сняли и наматываем более толстую было 0,16 наматываем 0,35 миллиметра так сейчас нужно конец закрепить на контакте сейчас мы его зафиксируем и 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 Почти зафиксировали. Довольно-таки мелкая работа. Мне немножко сложно с ней справиться. Все сделали. Зажали наш проводок. И теперь мы его припаиваем. Сразу можно его припаять. Берем паяльник. И аккуратненько припаиваем. Все отлично держится. Теперь нам нужно эту проволоку очень аккуратно виток к витку наматывать на наш якорь. Не в навал, как раньше было, а виток к витку подправляя все время, пододвигая витки друг к другу. Мы очень аккуратно, очень плотно наматываем, чтобы влезло как можно больше проволоки. Чем больше проволоки мы сможем намотать, тем больше будет КПД нашего моторчика. И так мы мотаем. Вот уже несколько витков. И вот так потихоньку наматываем. Сейчас где наша резкость. Что-то резкость пропала. Вот резкость вина. А наша обмотка. И мы наматываем. Попутно считая витки. Не забывайте считать витки. Обязательно, чтобы знать, сколько вы намотали. Итак, мы уже намотали определенное количество. И теперь мы их подправляем, чтобы они были очень плотно друг к другу. Виточек к витку. Процесс этот довольно-таки небыстрый. Хотя у меня за час получилось намотать такой моторчик. Поэтому запаситесь терпением. И вперед с песней. И вот так наматываем виточек к витку. Попутно поправляя каждый виток. Чтобы он не съезжал, не разъезжал. Чтобы все было как можно плотнее. Как можно ближе друг к другу. Как можно больше витков входило за один слой. И так и продолжаем мотать. Итак, я уже намотал одну обмотку. Вот видно. Старался мотать как можно плотнее. Получилось 60 витков всего лишь у меня. Вместо 170 влезло только 60 витков. Ну, видно вот так намотанная у меня обмотка. И теперь аккуратно обматываем. Делаем петельку вокруг следующего контакта нашего моторчика. Все, петельку сделали, затянули. И наматываем теперь следующую обмотку. Тоже как можно плотнее. Как можно ближе к друг другу каждый виток. Начинаем наматывать следующую обмотку. И так, вот я уже намотал полностью весь моторчик. На все про все у меня ушло около часа. Делаем последний виток. На том контакте, с которого мы начали. Все, виток сделали. И лишнюю проволоку откусываем. Она больше не нужна. Вот такая получилась катушечка у нас. Довольно плотно намотанная. Контакты все зажимаем хорошенько. И теперь нам нужно зачистить. Вот эти контакты нам нужно зачищать проволочки. И поприпаивать контактам. Для этого мы просто возьмем обычный надфиль. И надфилем аккуратно с проволоки снимем лак. И потом мы сможем припаяться. Вот берем надфиль. И аккуратненько счищаем лак с проволоки, которую мы наматывали. Чтобы можно было потом припаяться. И так на каждом контакте делаем. Так, последний контакт. Все, отлично. Зачистили. Теперь можно припаивать. Нужно припаять эти контакты. Так, берем опять паяльник. Где наша резкость? Вот резкость. Я уже нанес немножко канифоли. И аккуратно припаиваем. Много олова ложить не надо. Потому что она вызовет дисбаланс. Лишняя вибрация тоже будет здесь ни к чему. И аккуратненько припаиваем наши контакты. Так, что-то мало олова. Плохо припаивается. Все, отлично. Припаяли. Вот такая катушка получилась. Теперь нам нужно ее проверить. Для этого просто берем тестер. И тестером прозваниваем через каждые контакты. Чтобы они между собой звонились. Это будет говорить о том, что моторчик спаян. И контакты все хорошо держатся. Так, вот что у нас получилось. Вот такой вот моторчик. Такая намотка. Можно посмотреть в сравнении с тем, который был. Более тонкая проволока. Меньше обмотка. Теперь же мы собираем моторчик обратно. Вставляем его в корпус. И закрываем. Аккуратненько вставляем между щеточками. И собираем наш моторчик. Зажимаем пазы. Отлично. Наш моторчик готов. Мы его модифицировали. Теперь его можно проверить. Так, берем тестер и проверяем, какое у него сопротивление. Тестер показывает 1 Ом. Итак, наш моторчик получился сопротивлением 1 Ом. Сейчас посмотрим, какое же было изначальное сопротивление. Берем точно такой же моторчик до модификации. И тестируем его. И тестер нам показывает сопротивление 7 Ом. То есть в 7 раз сопротивление стало меньше. Хорошо, теперь нам нужно их как-то протестировать, эти оба моторчика. Как они будут работать. К сожалению, у меня тахометра нет. А, кстати, надо этот дособрать до конца. А то он так и остался не собранный. Нам теперь нужно эти два мотора протестировать. Как они будут вместе работать. Какой из них лучше, какой из них хуже. Ну, берем обычную пальчиковую батарейку. И будем их пробовать тестировать обычной пальчиковой батарейкой. Берем проводок и просто подключаем. Теперь другой. Даже по звуку слышно, как после модификации этот моторчик стал по-другому работать. Отлично. Наш моторчик модифицирован. И я его потом позже тестировал. Он показал обороты примерно в 6 раз выше, чем до модификации. Всем удачи. Пишите свои комментарии. Ставьте отзывы, лайки. Вам удачных экспериментов с вашими моделями по улучшению двигателей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok